Начинаем лекцию. Сегодня мы поговорим про магазинные автоматы или как более правильно называть автомат с магазинной памяти это устройство которое получаются модификации конечного автомата причем добавление такой структуры данных как стек которая вам уже хорошо известна у курсу основные алгоритмы давайте перед тем как формально определять автомат попробуем выработать некоторую интуицию и сообразим как с помощью конечного автомата и стека распознать язык ANBN. Представьте что у нас есть стек есть слово например AABB и нужно проверить что в нем одинаковое число букв AABB. В самом начале стек пуст в нем лежит только специальный символ маркер дна который обозначается как Z0. При считывании первого символа происходит следующее мы берем и добавляем первую букву A в стек и так мы делаем в процессе считывания всех букв A. Следующая буква A ее анализ при этом похож абсолютно на предыдущий случай. И мы добавляем вторую букву A в стек. Если бы у нас слово было длиннее скажем AABBB то на следующей картинке у нас здесь была бы еще одна буква A. Когда же дело доходит до букв B то все буквы B при считывании они уничтожают букву A в стеке. То есть мы проверяем что у нас на верхушке стека лежит буква A при считывании B и извлекаем ее из стека. Тут я уже позволил себе ускорить процесс. Собственно когда мы считываем эту букву B удаляется это A. Когда мы считываем эту букву B удаляется это A. И на выходе остается стек в котором лежит маркер дна. То есть единственное что осталось проверить в конце вычисления что на верхушке стека лежит именно маркер дна а никак не буква A. Ну или что в процессе если встретилась очередная буква B допустим здесь есть буква B здесь маркер дна Z0 это ошибочная конфигурация означает что букв B было больше чем букв A. Так быть не может. Ну и соответственно если буква A встречается после буквы B тоже нужно отличить этот случай и все это делается на конечной памяти. Вот. Ну что понятно ли идеология этого примера? Понятно ли как с помощью конечной памяти из стека распознать язык ANBN? Напоминаю что вопросы нужно задавать голосом или писать в чате телеграме. Вот. вопросов не видно. Давайте тогда переходим к формальному определению. Значит как мы добавляем стек к конечному автомату. Мы задаем магазинный автомат. Значит название магазинный оно так исторически сложилось. Дело в том что сначала под автоматами со стеком закрепилась другая модель. Поэтому стандартно несмотря на то что мы говорим про автоматы со стека их называют автоматами с магазинным памяти. Так вот. Как в случае конечных автоматов. Магазинный автомат он описывается вот такой вот длинным набором. Тут большинство символов нам уже встречалось в случае когда мы имели дело с конечным автоматом. Поэтому я значит поясню только те символы которые для нас новые. То есть также у магазинного автомата есть конечное множество состояний. Начальное состояние и алфавит входной ленты. Гамма это алфавит стека. То есть в нашем примере выше помимо букв а в стеке был еще символ z0 который является маркером дна. Вот. Вместо буквы а я мог бы использовать какой-то другой символ например x. Соответственно этот алфавит он очевидно не пуст и обязательно у него есть специально выделенный символ маркер дна который мы здесь обозначаем z0. А в общем случае вот какой символ тут стоит в этом наборе тот и является маркером дна. Соответственно функция перехода в дельта которую нужно будет определить аккуратно. и множество принимающих состояний f. Вот я его тут выделил специально серым. Потому что мы будем иметь дело с двумя вариациями модели магазинный автомат. И в одной из них множество принимающих состояний отсутствует в принципе. Вот. Но сначала мы будем разбираться как раз с моделью в которой принимающие состояния есть. Значит что является конфигурацией магазинного автомата. Конфигурация магазинного автомата это набор состоящий из текущего состояния значит необработанной части входа и содержимого стека. Вот. Значит я извиняюсь что не всюду будет такой красивый шрифт. Я просто обнаружил что машины обучения на чего хорошо работать и я могу то что написал рукой быстро переводить в красивый текст. Но работает оно не всегда. Я обнаружил я это к сожалению слишком поздно. Вот. Собственно как устроено содержимое стека? Содержимое стека у нас записывается слева направо и слева у нас находится символ который лежит на вершине стека. А справа находится символ который лежит на дне стека. То есть скажем если мы возьмем начальную конфигурацию которая у нас была до этого. Ну давайте вернемся сюда и напишем какую-нибудь конфигурацию соответствующую например здесь. Допустим у нас пока состояние q0. Необработанная часть входа у нас bb. А в стеке соответственно лежит aaz0. Вот так выглядит конфигурация автомата который мы построим для языка anbn в случае когда стек выглядит вот так. Вот. Дальше. Значит ситуация изменится и автомат перейдет в состояние q1. И скажем эта конфигурация будет иметь вид q1. Здесь соответственно останется одна буква b. как раз. Но мы имеем значит тут как всегда что у нас есть переход из этой конфигурации в эту. Поэтому здесь еще одна буква b как необработанная осталась. И остаток входа. Извините не остаток входа а содержимое стека у нас aaz0. Так ну что понятно ли как устроена конфигурация. Если тут вопрос есть значит тут ваша. То есть у z0 максимальный номер? Да. Значит стек мы записываем он у нас растет справа налево. То есть на вершине стека у нас то что слева. А на самой глубине у нас то что справа. Это удобно. Значит по какой причине это удобно станет ясным дальше. Вот. То есть бывает что записывают в обратном порядке. В частности в случае элеронализаторов. Которые теперь факультативные. Вот. Но нам это удобно в том плане что вот мы смотрим на первые два символа. На состояние. И именно они будут дальше определять переход. А так бы нам пришлось смотреть здесь на первый символ. Символ здесь на последний символ. Если бы мы писали в обратном порядке. Вот. И это не так удобно. С другой стороны да. Есть некоторая странность. Что в случае если бы мы были скажем вот в этой конфигурации. Тут у нас была бы одна буква a. А потом после обработки значит этой буквы a. У нас новая буква дописывалась бы не в начало а в конец. Не в конец а в начало. Вот. Ну вот такая проблема с этой структурой данных. Вот она решилась так. И я обращаю на это внимание. Хорошо. Значит мы знаем что такое конфигурация. Начальная конфигурация значит она имеет вот такой вид. Начальное состояние. Необработанное слово. И соответственно маркер конца. Маркер на стек. Вот. Функция переходов. Она определяется вот как. Что. Автомат находясь в некотором состоянии. Считывает. Символ со входной ленты. Или не считывает. В этом случае здесь есть epsilon. И считывает. Соответственно. Обязательно. Каждый раз снимает символ со стека. С верхушки стека. Поэтому стек никогда не может быть пуст. В случае если не закончено вычисление. То есть стек может оказаться пуст только в конце вычисления. Если стек оказался пуст где-то посередине. То дальше вычисление согласно нашим определениям невозможно. И обращаю внимание на то что я буду согласен нашим определениям. Потому что. Здесь много разных определений. Если смотреть литературу. Тут я следую учебник у Хофферта Матварни Ульмана. И Серебрякова. Вот. А скажем в книжке Сипсера. Там другое определение этой модели. И соответственно. Считав. Находясь в некотором состоянии. Считав. Или не читав символ с ленты. И обязательно забрав символ с верхушки стека. Автомат переходит в некоторое другое состояние. И кладет в стек. Сколь угодно много символов. Может быть ноль. И как всегда. Здесь вы видите у нас. Переход в 2 в степени. Ку. Декартового произведения. Гамма со звездой. Это означает. Что. Автомат у нас. Который мы определяем. Недетерминированный. И. Нам годится. Любая из. Пар. Ку. Слово стека. Которое. Соответствует. Набору. Для перехода. Вот. Вопрос. Почему еще раз стек всегда не пуст? Потому что. Смотрите. Представьте. Что стек оказался пуст. Вот. Тогда. Значит. Автомат работает естественным образом. Он на каждом шаге. Вычисляет функцию перехода. А. В функции перехода. Здесь. На третьей. Компоненте. Стоит какой-то символ. Из множества гамма. А. Все. Понял. Значит. Напоминаю. Что. Пустое слово. У нас в алхавит. Не входит. Поэтому. Вот. То есть. В случае. Детерминированного. Конечного автомата. Здесь. Эпсилон. Так. Помните. А. В случае. Недетерминированного. Конечного автомата. Здесь. Эпсилон. Вполне себе. Может быть. И. Значит. Что. Важно. Из этого. Определения. То есть. Тут. Это формально. Может быть. Пар. Сколько. Много. Но. В каждом. Дельта. У нас. К конечному автомату. Добавили. Стэк. То. В каждом. Дельта. Может быть. Только. Конечное. Число. Дельта. Это. Конечная. Функция. То есть. Если мы. Вычисляем. Образ. Для тройки. Куаикс. То. Он. Ну. Собственно. Теперь. Упражнение. Нам. Нужно. Построить. Магазинный. Автомат. Для. И. Будет. Он. Выглядит. Примерно. И. Мы. Значит. Придерживаемся. Следующей. Нотации. Поскольку. Дельта. Ку. От. Ах. Это. Множество. Может быть. Пустое. Тогда. Переход. Неопределен. То. Удобнее. Использовать. Вот. Такой символ. Чтобы подчеркнуть. Что. Пара. П. Гамма. Значит. Является. Допустимым. Переход. И. Соответственно. Вот. Такой. Вот. Переход. Он. Записывается. Вот. Что. И. Состояние. Ку. Мы. Переходим. Состояние. П. При этом. Считывается. Символ. А. Из. Символ. Из. Символа. Да. По. Символу. Значит. Что. Лежит на верхушке стека. В этот момент. Символ. Зет 0. Да. То есть. Первый символ. Который должен посчитать автомат. Это символ. А. При этом. На верхушке стека. Лежит символ. Зет 0. Вот. И. В стек. Мы кладем. Что. А. Не только. Но и. Зет 0. То есть. Смотрите. Когда мы. Смотрим. Стека. Убрали. Поэтому. Через. Слэш. Я дописываю. Не просто. А. Зет 0. То есть. Автомат. Как бы. Считывает. На верхушке. Стека. Зет 0. Зет 0. А. Так. Мы описываем. Первый. Переход. Второй. Переход. который оставляет нас в состоянии q0. Обрабатывается лучше. Когда автомат. Считывает символ. И. На верхушке стека. Лежит символ. Тогда. В стек. Нужно положить. Две буквы. Согласны. Теперь. Он. Когда. Будет. Переход. Из состояния q0. В q1. Что. На нем. Нужно написать. Эпсилон. Наверное. Давайте. Я. Сейчас. Построю. Автомат. Который. Будет. Детерминированным. Вот. Поэтому. Я. Здесь. Будет. Не. Эпсилон. Переход. А. Будет. Б. А. 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 Здесь. Эпсилон. Это. Можно было. Сделать. Эпсилон. Переход. Вот. Чтобы. Мой. Пример. Простого. Автомата. Который. Детерминированный. Вот. Я. Сделаю. Такой. Переход. Значит. Что. При. Считывании. Буквы. Надо. Извлечь. А. Эпсилон. И. Дальше. В состоянии. Ко. Происходят. Переходы. Значит. Только. Такие. Вот. Наш. Автомат. Будет. Допускающим. По. Принимающему. Состоянию. И. Соответственно. Если бы. Мы. Сделали. Ко. Один. Принимающим. Состоянием. Состояние. Это. Означает. Что. Если. Будет. Прочитана. Буква. Оно. Будет. Принято. Мы. Как. Нам. Добиться. Этого. Условия. Проверку. Собственно. Достижение. Маркера. На. Проверяем. Мы. Эпсилон. Переходом. Теперь. С. Ленты. Входа. Ничего. Считывать. Необязательно. Обратите. Понимание. Что. В случае. Если. Дальше. Записано. Как. Буква. Б. Б Hanım. Но. Мы. Она. Оставляем. Вот. И. От. В общем. В. В. Все. Здесь. Это. я это сделаю. Ну а чтобы получить взаимоднозначное соответствие с предыдущей картинкой, где у нас был просто стэк, я должен был бы здесь написать z0. Ну что, понятно ли форма записи вот таких переходов в случае, когда мы записываем их по стрелкам? Все ли понятно? Есть ли тут вопросы? Когда мы говорим о языке ANBN, мы имеем ввиду, что n как минимум единица, да? В данном случае, да. Значит, вы совершенно верно это заметили. Если бы вы это не заметили, то я бы обращил ваше внимание на следующей странице блокнота, что для данного примера мы построили автомат, который, соответственно, распознает язык ANBN, где он начинается с единицы. Соответственно, можно построить и автомат, который будет обрабатывать случай, когда n равно 0. Вот. Но такой автомат, он будет чуть более громоздким, поэтому я его сейчас строить не буду, а оставлю вам его в качестве упражнений после того, как мы изучим формальное определение. То есть, заметьте, мы пока еще не до конца определили автомат, потому что что нам осталось определить помимо основных компонентов автомата, которые были у нас раньше. Давайте сейчас быстренько картинку переключусь, что, казалось бы, мы уже определили все вот эти компоненты. Понятно, что мы описали множество состояния, начальное, алфавит, Z0, даже функцию перехода в принимающее состояние. Но мы все еще не знаем, что означает, что автомат принимает слово. Мы еще не определили, в чем состоит работа автомата. И в случае конечного автомата это можно было сделать легко, просто опираясь на граф автомата. В случае магазинного автомата это сделать уже не так легко, поэтому мы ввели понятие конфигурации. Вот. То есть, у нас будет начальная конфигурация, после чего будут переходы в следующую конфигурацию. И мы определим, что означает. Мы определим сейчас, что означает переход из конфигурации в конфигурацию. И мы определим, что означает, что конфигурация принимающая. Вот. Переход строится так, что если у нас есть правило перехода, вот это вот, как мы описали его выше, что дельта от Q от X содержит в себе переход, описываемый парами P гамма, то тогда, значит, автомат, находясь в состоянии Q, считывает символ A со входной ленты и символ X забирает из магазина в автомат и переходит в такую конфигурацию. Состояние Q меняется на состояние P. Соответственно, буква A просто исчезает ленты входа. Здесь остается только U. Значит, X исчезает, но вместо X сюда добавляется гамма. В каких-то случаях гамма может быть... X может быть суффиксом гамма, тогда мы не будем убирать X из стека. Соответственно, альфа здесь описывает оставшуюся часть стека после X. Так, ну что, понятно ли, как описан, описывается переход между конфигурациями. Если понятно, то сейчас еще одна ремарка и мы проведем демонстрацию для этого автомата. Что означает, что автомат допускает по принимающему состоянию? Это означает, что слово W принимается автоматом тогда и только тогда, когда есть путь вычислений. Изначальной конфигурации, которая начинается с начальной конфигурации и заканчивается с принимающей. Собственно, как описывается принимающая конфигурация? Состояние должно быть принимающим обязательно. В стеке может лежать все, что угодно, а слово должно быть прочитано полностью. То есть в случае, если автомат оказался в принимающем состоянии, а слово не обработано и больше переходов из этой конфигурации нет, то автомат не принимает слово. Это определение. Если по нему есть вопросы, то задайте, пожалуйста. Если по нему нет вопросов, то давайте перейдем, собственно, к примеру. Ну и, возможно, вопросы появятся после примера. Значит, вот наш автомат, который мы только что построили. И нам нужно провести демонстрацию его работы. Вот начальная конфигурация для слова AABB. Значит, какой будет переход в следующую конфигурацию? Как описать следующую конфигурацию? Какое будет состояние? Хорошо. Давайте начнем с первого. Да, правильно. Будет вот этот переход. Так? Поэтому из Q0 мы перейдем в Q0. Значит, что у нас изменится со входным словом? AABB. Останется AABB. Да, мы забрали букву A, поэтому останется только AABB. Теперь, значит, мы забрали здесь букву A и извлекли Z0. И поскольку здесь написано AZ0, то мы добавляем AZ0 в стэк. Вот. Поэтому вторая конфигурация выглядит вот так. Значит, давайте смотрим на третью конфигурацию. Значит, находясь в таком состоянии, у нас символ A, и на верхушке стэка тоже символ A. Значит, у нас срабатывает вот это правило. Из Q0 идет переход в Q0. Значит, буква A считывается. Остается BB. И буква A добавляется в стэк. Вот. Что у нас дальше? Дальше встречается первая буква B. Из Q0 по BA. Вот этот переход. Вот. Соответственно, здесь записано Epsilon, поэтому A будет просто извлечено из стэка, и ничего на место A не вернется. Поэтому здесь будет состояние Q1. Здесь останется B. А в стэке у нас останется AZ0. Вот. И под конец. Из состояния Q1 по B, AZ0 мы переходим в состояние Q1. Здесь у нас остается Epsilon. Здесь у нас остается Z0. И теперь сработает этот переход. С ленты входа ничего не считано. То есть, заметьте, с одной стороны слово «дочитано», и конечный автомат в такой ситуации, детерминированный конечный автомат, останавливается. А детерминированный магазинный автомат, ясно, что этот автомат детерминированный. Почему он детерминированный, мы обсудим чуть позже. Дадим определение. А этот автомат детерминированный, он продолжает свою работу, потому что возможны Epsilon-переходы по символам из стэка. Соответственно, Z0 извлекается из стэка, и автомат оказывается в конфигурации QF-Epsilon-Epsilon. Это принимающая конфигурация. В ней состояние принимающее. Весь вход обработан. Что со стэком нам не важно, но в нашем случае стэк оказался пустым. Ну что, понятно ли, что означает, что автомат допускает слово по пустому стэку? Извините, по принимающему состоянию. А, есть ли тут вопросы? Если вопросов нет, то давайте едем дальше. Собственно, этот автомат детерминированный. Что означает, что магазинный автомат детерминированный? Это означает, что каждый переход из какой-либо конфигурации в следующую определен однозначно. То есть, следующая конфигурация однозначно определена по предыдущей. Это определение, оно довольно разумное. Но с ним есть утилитарная проблема. А именно, как по описанию автомата, значит, проверить, справедливо ли это свойство или нет. Поэтому вместо утилитарного определения, вместо такого описательного определения, часто используют утилитарное определение, которое я приведу ниже. Это условие детерминированности магазинного автомата. Значит, в нем два пункта. Давайте разбираться с первым пунктом. Какой бы символ а мы ни взяли, и какой бы символ стека мы ни взяли, для каждого состояния q должно выполняться следующее. Что в функции перехода, которая возвращает множество, будет не более одного элемента. Вот. Заметьте, что тут а и сигма, а не эпсилон. Значит, это первое условие, но довольно очевидное, что если в delta q от ax будет хотя бы два элемента, то из конфигурации, когда автомат находится в состоянии q на вершине стека x, а на входной ленте символ a, будет два перехода. Поэтому автомат иначе будет не детерминирован. Вот. Значит, второе условие более хитрое. Если по первому условию вдруг есть вопросы, то задавайте. Второе условие гласит следующее, что если вдруг определен эпсилон-переход из состояния q по символу x из стека, то должно выполняться сразу два условия. Ну, во-первых, как и в этом условии, такой переход должен быть один. Если есть два перехода, автомат уж точно не детерминированный. А второе условие хитрое. Оно гарантирует, что если определен эпсилон-переход из состояния q в случае, когда на верхушке стека лежит x, то для пары qx нет больше переходов ни по какой букве. То есть, какое бы а мы ни взяли, переход из состояния q по символу а, когда на верхушке стека лежит x, не определен. Вот так определяется детерминированный автомат. Что мы узнали на данный момент? Мы узнали определение магазинного автомата. Мы узнали, как устроен ход магазинного автомата. Мы узнали, что означает, что магазинный автомат детерминированный. И мы изучили случай магазинного автомата, который допускает слово по принимающему состоянию. Вот. Есть ли какие-то вопросы по тому, что мы успели сейчас изучить? Если вопросов нет, то давайте двигаться дальше. Следующий случай — это другое условие допуска. Допуск по пустому стеку, о котором я уже несколько раз сегодня оговорился. Что означает, что автомат допускает по пустому стеку? Это означает, что из начальной конфигурации есть путь в принимающую конфигурацию, которая имеет такой вид. Не важно, какое АП-состояние. Поэтому множество принимающих состояний в случае определения автомата, допускающего по пустому стеку, можно опустить или сделать пустым. Вот. Важно, что и слово обработано полностью. И, соответственно, нет больше ничего в стеке. Стек пуст. Понятно ли это условие? Если понятно, то давайте вопрос. Вопрос. У нас вот и в обоих автомат допускает пустому стеку, и автомат допускает по пневочке стеку, и у нас везде множество одинаковое. Называется editM. Да, конечно. Да. Ножество будет одинаковое. Значит, смотрите. Сейчас давайте я попробую уточнить ваш вопрос и переключусь сейчас вот на эту картинку. То есть у нас есть описание магазинного автомата. И в случае условия приема по принимающему состоянию, в случае условия приема по пустому стеку, все эти компоненты, ну вот кроме, ну что принимающих состояние, одинаковые. Функция delta определена так же, переходы на конфигурациях определены так же, ничего не меняется. То есть у нас единственное, что меняется, это определение принимающей конфигурации. То есть в случае, когда по условию приема одно, его можно описать одинаково даже, что если есть путь из начальной конфигурации в принимающую, собственно, по переходам между конфигурациями, то слово принимается. Вот. Осталось только... Так, вопрос какой-то. Нет, хорошо. Осталось только определить, что означает принимающая конфигурация. В случае, когда у нас есть множество принимающих состояний, то конфигурация, принимающая конфигурация определяется так, что состояние должно быть принимающим, а все входное слово должно быть считано с ленты. В случае, когда у нас допуск по пустому стеку, мы множество F игнорируем. Вот. И определяем условие, что просто считано все слово, и стек опустошен. А в каком состоянии автомат находится, сам не важно. Вот. У нас есть две модификации. Их удобно использовать для разных целей. С одной стороны. С другой стороны, на самом деле, есть несколько вариаций магазинных автоматов. И большинство из них эквивалентны, если мы рассматриваем недетерминированные магазинные автоматы. Стандартно вводные курсы вводят вот эти две модификации. Но нам придется ввести еще третью для доказательства одной важной теоремы. Вот. Значит, если с этим все понятно, то давайте сообразим. Посмотрим на автомат, который мы построили для языка ANPN, где N больше либо равно 1. и сообразим, как можно модифицировать этот автомат так, чтобы у нас получился автомат для того же языка, но допускающий по пустому стеку. Как нам перестроить этот автомат? Можно просто с коэфф убрать в состояние. Так, значит, было предложение убрать в состояние коэфф. Хорошо, мы убрали в состояние коэфф. На этом мы можем закончить. Может быть, нам хватит даже одного состояния. Хватит ли нам одного состояния? Хорошо, давайте попробуем сделать одно состояние. Давайте, значит, уберем вот это вот куда-нибудь далеко. И как нам сделать одно состояние? Если у нас приходит символ A, то оставляем все как было. А если приходит символ B, то снимаем символ A и кладем эпсилом. Так, сейчас я пытаюсь просто убрать формулу. В самом конце надо будет, потому что можем ввести сначала A, потом B, снова A ввести. А, да, это правда. Тогда действительно так не сработает. Да, но когда значит, я не мучился с блокнотом, освобождая вам место, уже объяснили, почему это не сработает. Потому что действительно, если у вас будут переходы как по A и по B, то тогда у нас будет проблема. Вот, а именно, что действительно мы прочитаем A, потом B, потом опять A и получим слово не вида A, N, B. Поэтому нам нужно хотя бы два состояния, чтобы различить переход от A к B. То есть, когда мы изучали конечные автоматы, мы с этой задачей успешно справлялись. Скорее всего, мы в какой-то момент строили автомат для языка типа A со звездой, B со звездой. Вот. Поэтому вот это нам нужно. Но теперь, как добиться того, чтобы этот автомат у нас допускал по пустому стеку и распознавал нужный нам язык. Надо в самом конце еще Z0 снять со стека. Да, давайте добавим. Так, давайте черный. По мастерам переход по строю. Сделаем переход. И какой переход надо списать? Значит, на стеке должно быть Z0 перейти по символу эпсилон. Ну, не по символу, а по строчке. И ничего не класть получается на стек? Да. И ничего на стек, соответственно, не класть. Вот. То есть сейчас, если вы посмотрите на этот автомат, который у нас получился, то у нас получился, значит, магазинный автомат, который допускает пустому стеку, распознает язык A, N, B, N, где он больше либо равно единице. Вот. И при этом он все еще и детерминированный. Каждый переход определен однозначно. Просто тот переход, который мы делали раньше, значит, дополнительное состояние QF, он больше не нужен, потому что после того, как мы опустошим стек, не будет определен никакой переход. Даже если что-то осталось на ленте записано, то тогда, поскольку с пустого стека невозможен переход, эти правила, они не смогут перевести конфигурацию, в которую стек впуст, в какую-то другую конфигурацию. Из-за чего, почему он детерминирован? У нас же, если у нас с кодин по Epsilon есть переход. Отлично. И с кодин по B есть переход. Отлично. Значит, смотрите. Давайте проверим условия детерминированности. Как раз у нас хорошее упражнение. То есть то, что предыдущий автомат детерминированный и все вот эти вот старые переходы проверять не нужно, мы согласны. Так нас смущают только вот эти два перехода. У нас есть переход Epsilon, Z0, Epsilon. То есть у нас состояние Q1. Есть переход по Epsilon, Z0 куда-то. Значит, какое у нас требование? Что, во-первых, такой переход, он один. У нас нет двух переходов по Q1, Epsilon и Z0. Так? Согласны? У нас есть второе условие, что не должно быть ни одного перехода, но не абы каких, а вида Q1, а Z0. Давайте только тут напишу не A, а напишу Sigma, чтобы подчеркнуть, что Sigma это может быть как A, так и B. Вот это пустое множество, так ведь? У нас нет перехода ни по A, ни по B в случае, когда верхушки стека лежит Z0. Так? Но когда на верхушке стека лежит A, то у нас есть такой переход, и это ничему не противоречит. То есть эти два перехода, они различаются тем, что здесь на верхушке стека лежит A, здесь на верхушке стека лежит Z0. Это важный вопрос, это важный пример. Вот. Поэтому этот автомат, он детерминированный и допускает по стеку. Вот. Хорошо. Значит, все ли тут понятно? Если все понятно, то давайте вернемся сюда, допишем здесь. переход Epsilon Z0 Epsilon и получим тот же самый автомат, который мы строили только что. Вот. И докажем, наконец, формально, что этот автомат распознает язык A, N, B, N. Как и в случае конечных автоматов, у нас правило игры не меняется. Нам недостаточно просто нарисовать какую-то картинку с диаграммой или таблицей перехода и сказать, вот этот автомат, он распознает тот язык, который сказан в условии задачи. Я обещаю. Значит, как нам это сделать? Нам нужно доказать два включения. Нам нужно доказать, что каждое слово вида A, N, B, N, оно принимается автоматом. И нужно доказать, что каждое слово, которое принимается автоматом, оно имеет вид A, N, B, N. Вот. Значит. Ну, что ясно? Первое включение, оно достаточно очевидно, что если мы начинаем с слова вида A, N, B, N, то значит, всегда после обработки первых N букв A А, я извиняюсь, тут автомат построен чуть-чуть иначе. Вот. Тут не нужен этот переход. И это удобнее. Тут мы сразу избавились от маркера конца строки. Видите, как удобно? То есть, мы вместо того, чтобы добавлять стек обратно A, Z0, мы просто добавляем A. И поэтому, когда мы обработаем букву B, очередную, и букву A не останется, то стек просто останется пуст, и здесь не нужно потратить усилия и извлекать Z0. Вот. Ясно, что эти автоматы эквивалентны. Вот. И давайте мы докажем утверждение для такого автомата, потому что для него доказательство будет проще и извешен. Вот. Значит. Легко показать, если хотите по индукции, что после обработки N букв A из такой конфигурации автомат переходит вот в такую конфигурацию. Согласны? Первое. Важно, что N больше единицы, поэтому после обработки первой буквы A, Z0 исчезает и на ее место попадает A, а после обработки каждой следующей буквы A у нас применяется такое правило, поэтому конфигурация будет такой. Вот. Дальше, следующий переход. Он ведет нас в такую конфигурацию и при N равном единице на этом конец, а если N не равно единице, то с считыванием каждой буквы B, у нас удаляется каждая буква A и автомат в итоге оказывается в такой конфигурации, поэтому автомат, допускающий, вот такой автомат, допускающий по пустому стеку, он перенимает каждое слово вида A, N, B, N и мы это только что и доказали. Если есть вопросы по этому рассуждению, то задавайте. Если вопросов нет, то давайте идем дальше. Хорошо. Это было просто. Теперь, в обратную сторону доказательства традиционно сложнее, а именно нам нужно доказать какие-то инвариантные свойства, чтобы их потом использовать. И мы будем использовать вот такое инвариантное свойство, что если мы возьмем конфигурацию вот такого вида, вот, и в автомате, то есть тут важно, что автомат тот же самый, это не какая-то абстрактная конфигурация, а тут мы говорим, что вот если вдруг тут было написано слово U, здесь на верхушке лежала альфа, и мы из Q0 попали в Q0, и тут была эпсилон, и здесь оказалось бета, то тогда у нас всегда выполняется ровно одно, что U имела вид A в степени N, а бета имеет вид, а в степени N альфа. Ну, это утверждение довольно очевидно. тут правда нужно посмотреть на исходный автомат, значит, что переход по букве B, он либо недопустим, в случае, если это первый переход, либо выводит из состояния Q0 автомат в состояние Q1. Значит, при переходе из Q0 в Q0 все переходы возможны только по символу A, поэтому U состоит только из букв A. Вот. Ну и дальше с каждым сколько букв в слове U, столько A будет записано в стек. Вот. То есть, это первое свойство, которое у нас есть. Теперь, значит, следующее свойство, но выглядит уже так. Ладно, давайте я видео тут сотру и просто, значит, по-новому расскажу, чтобы не читать старый текст. Значит, второе свойство, что из конфигурации вида. Нам придется написать здесь V, потому что слово мы не знаем. Если есть переход, есть путь в какую-то принимающую конфигурацию, то у нас выполняется обязательно, значит, что Q это Q1, значит, A, V это B в степени N. Вот. Значит, почему это так? Потому что снять букву A возможно только при обработке буквы V. можно попасть в Q0, Epsilon, Epsilon. Тут же у нас AN и N больше 0. А, тогда да. Согласны? Ну да. Чтобы снять тут на самом деле да, кстати, я понял, что я пробрался. Где я пробрался? У нас не может так получиться, что мы еще можем положить, да. Да. То есть мне тут надо либо оговориться, что мы рассматриваем первый шаг, когда слово V буква, что слово V имеет вид B, и, видимо, я так сделаю. Вот. Потому что мы только что доказали LEMO, которая гласит, что если у нас был переход только из Q0 в Q0, то у нас просто увеличивается число букв A в стеке. Вот. Поэтому первый шаг, который нам интересен, он будет переход в Q1. То есть вове в состоянии Q0 стека пустошить будет невозможно. И давайте мы посмотрим на первый переход, который ведет нас из Q0 в Q1. И, соответственно, тогда мне нужно будет в новых обозначениях сказать, что V будет иметь вид такой. вы абсолютно правы. Иначе надо было бы сказать, что V имеет вид A в степени K, B в степени N плюс K. Вот. Но это только усложняет дело, поэтому давайте мы сделаем так. Вот. То есть мы рассматриваем слово W, которое поступило на вход, и делим его на две части. UV, где U, соответственно, это какой-то A, а V начинается с B. Это V' А V' это BB. И тогда отсюда получится, что V имеет вот такой вид. Но это тоже довольно очевидно. Тут, как всегда, доказательства эти не то, чтобы какие-то очень сложные, но их нужно писать математически верно. И если это делать не очень аккуратно, то можно ошибиться, что я вот буквально только что и продемонстрировал. Вот. А это утверждение уже доказать легко. Почему? Потому что в случае перехода по букве B в состояние Q0 переход ведет обязательно в состояние Q1. И в состоянии Q1 определены переходы только по букве B. Причем с каждым чтением B число букв A уменьшается. Вот. Поэтому раз у нас Epsilon было достигнуто, то и здесь ход опустошен. Мы читали с одной стороны слово V целиком, а с другой стороны каждое A мы зачеркнули, поэтому количество букв B в слове V одно на единицу меньше, чем количество букв A в стейке на этом шаге. Вот. Так мы доказали обратное включение. Ну что, все ли тут понятно? Есть ли тут вопросы? Мы доказали, что этот автомат с магазинной памятью распознает язык A, N, B, N, где N больше либо равно нулю, да? Где N больше либо равно единице. Почему? Если N равно нулю, если N равно нулю, то получив на вход пустое слово, автомат ничего не делает. Смотрите. То есть, да, вы правы, мы не обработали отдельный случай, но он очень простой. Если слово пустое и состояние Q0 не отойдет и ванн переходов, автомат никуда не выйдет. А Z0 останется. А, да, согласен. Вот. Хорошо. Теперь, если вопросов нет, то мы переходим к прекрасной теореме, самой простой теореме этого курса. Теорема, может, не самая простая, теорема, может быть, можно найти какую-то проще. Вот. Но алгоритм, который возникает в этой теореме, самый простой. Вот. Так что, прошу любить и жаловать. Собственно, мы переходим к доказательству эквивалентности класса языков, распознаваемых магазинными автоматами и порождаемыми контекстом свободной грамматикой. Значит, отдельно, что нам еще нужно будет сделать? Это нужно будет доказать, что классы языков, распознаваемые недетерминированными магазинными автоматами, допускающими по принимающему состоянию и допускающими по пустому стеку эквивалентно. Поэтому этим мы займемся после доказательства в этой теореме. Вот. А пока мы докажем, что для любой контекст свободной грамматики существует эквивалентный магазинный автомат, распознающий тот же язык. Вот. И этот автомат будет допускать по пустому стеку. И тут уже будет важно, что магазинный автомат недетерминированный. До этого мы строили только два детерминированных автомата, потому что модель новую проще изучать в детерминированных случаев. А вот тут как раз мы на примере построим магазинный автомат по грамматике и увидим, как работает недетерминированный магазинный автомат. И строится M довольно легко. Значит, в качестве маркера дна Z0 берется аксиома. И потрясающе, что у этого автомата будет единственное состояние. Представляете? Больше нам не нужно. Нам хватит ровно одно состояние, это Q0. Вот. И теперь для каждого правила A переходит в альфа мы должны нарисовать вот такую стрелочку. То есть это эпсилон правила. Если на верхушке стека лежит A, то а не терминал A, то он заменяется на правую часть правила A переходит в альфа на альфа. Вот. И у нас есть вторая группа правил, которая уже не описана, потому что не поместилась. Это вот правила сокращения. В случае, если на верхушке стека лежит терминал и считывается тот же самый терминал, то значит терминал извлекается из стека. Ну что, понятно ли описание алгоритма? Ну если вдруг непонятно, то давайте мы сейчас просто построим его и тогда станет понятно. Давайте возьмем самую простую грамматику для языка A, N, B. Вот она тут написана. Вот. И давайте собственно построим. Ну я начну с самого простого. То есть тут у нас должно быть записано A, Epsilon и B, B, Epsilon. Вот. Тут соответственно ну я думаю нет никакого смысла задавать контрольный вопрос. Что же тут будет написано? Например, написано Epsilon S slash A, S, B. И второе, что будет записано это Epsilon S slash Epsilon. Все. Автомат для языка A, N, B, N недетерминированный с одним состоянием готов. Вот. Ну что, давайте собственно посмотрим на пример хода этого автомата для того же слова, которое было у нас. Не для того же, а для слова A, B. Все. Вот начинаем мы с тайнику 0. слово A, B лежит на ленте входа, а в стеке записано S. И теперь нам нужно угадать какое из двух правил выбрать. Нам нужно следовать значит идее ну не идее, нам нужно следовать просто выводу слова и выбрать правило S переходит в A, S, B. Что тогда произойдет? Тогда S будет извлечено из стека, а на его место будет записано A, S, B. Так у нас будет первый переход из конфигурации изначальной конфигурации в следующий. Вот. Дальше у нас будет сокращение. Символы A у нас взаимно уничтожаются. И у нас остается Q0, B, S, B. Дальше нам нужно воспользоваться этим переходом. S заменить на эпсилом, останется Q, B, B. И здесь останется Q0, E, E. Ну что, понятен ли этот пример? Куда делается S во второй строчке во втором переходе? Здесь. Оно исчезло, потому что у нас есть вот такое правило. У нас было в грамматике правило S переходит в эпсилон, поэтому в автомате у нас есть правило эпсилон S слэш эпсилон, и мы им пользуемся. То есть мы ничего не считываем с ленты входа, мы извлекаем S из стека, и мы ничего не добавляем взамен. Ну давайте, если все-таки вызвал вопрос, мы запишем здесь просто вывод слова ANB, который мы использовали. То есть S у нас переходит в ASB, и дальше это S переходит в эпсилон. соответственно этому шагу можно даже там цветом выделить. Этому переходу у нас соответствует вот этот переход. То есть мы S заменили на ASB. шагу вывода этому переходу, этому шагу вывода у нас соответствует этот шаг в автомате. А между этими шагами у нас только правило сокращения. И куда-то у меня здесь пропала буква Q. так, ну что понятно, как мы по выводу построили значит фотоавтомат. А почему мы первым выбираем, ну почему мы не можем выбрать первым правило S-Epsilon? Отличный вопрос. Почему мы не можем первым выбрать правило S-Epsilon? Мы можем, но давайте вспомним определение. Что означает, что автомат допускает к пустому степу? это означает, что у нас есть начальная конфигурация и из нее есть путь. Этот значок означает существование пути в какую-то принимающую конфигурацию. В данном случае Q.Epsilon Epsilon, потому что у нас автомат допускает по пустому степу. То есть мы могли бы взять, собственно мы сейчас можем нарисовать граф конфигураций для, под граф всех конфигураций начинающихся с этой конфигурации. Давайте это сделаем. У нас есть альтернативный переход в конфигурацию получается Q0 AB Epsilon. Так? Согласны? И здесь из этой конфигурации у нас есть еще ну да, весь граф мы кстати не нарисуем. или нарисуем. Нарисуем, нарисуем. Но придется немножко потратить. Давайте я это условие перенесу. Чуть-чуть, конечно. Значит, где мы можем еще отклониться? Мы можем еще из этой конфигурации пойти по другому правилу. Так? Мы можем здесь сделать переход. Можно было не переносить в конфигурацию Q0B ASBB. Так? Согласны? То есть, можно дальше рисовать всюду для наглядности стрелочки вместо этих значков тактика работы автомата. И у нас получится граф. Вершина этого графа какие-то конфигурации и мы нарисовали получается все конфигурации достижимые из этой конфигурации. Так? Мы сделали поиск в ширину и нашли все конфигурации достижимые из-за этой. Так ведь? Так вот, недетерминированный автомат принимает слово если и только если достижима какая-то принимающая конфигурация в этом большом графе. Собственно, то, что мы сейчас сделали показывает важную проблему, что в случае если автомат недетерминированный довольно непросто проверить принимает ли автомат слово. В случае детерминированного автомата есть тоже некоторые технические проблемы. В частности, на самом деле детерминированный автомат может зациклиться. Мы эту проблему заметаем под ковер. Она решается, но там есть свои трудности. А в случае недетерминированного автомата нужно, собственно, если действовать фоб, то нужно для каждой конфигурации идти по всем возможным путям вычисления. Собственно, пути вычислений и иллюстрируют графы конфигураций. И если вдоль какого-то пути мы добрались до принимающей конфигурации, то слово принято. Если нет такого пути, то слово не принято. И хорошая новость состоит в том, что очевидно, что если слово принято, то тогда значит мы обязательно доберемся до этого слова, до принимающей конфигурации. Так ведь? Если есть н тактов, то у нас есть публиные н, и мы доберемся изначальной конфигурации в принимающей. А если слово не принимается, то возможно будут какие-то разрастания, сокращения, и тогда вообще говоря, неясно как проверить, что недетерминированный автомат принимает слово. Поэтому позже мы изучим алгоритм Кока-Янгера Касами, который по контексту свободной грамматики на входе и слову проверяет, порождает ли грамматика слова. А контексту свободную грамматику можно построить по магазинному автомату и скорее всего этот алгоритм мы сегодня разобрать не успеем и разберем его в следующий раз, потому что он довольно сложный. Сейчас на самом деле мы не просто разбирались с одним вопросом, мы обсуждили важную вещь, а именно как устроен процесс вычисления в случае предетерминированного автомата и в чем его трудности. Основная трудность, когда мы говорим, что автомат сюда пойдет, с формальной точки зрения это означает, что мы указываем успешный путь вычисления. И если мы предъявили успешный путь вычисления, то автомат принимает слово. Как доказать, что автомат не принимает слово, в нашем случае это всегда некоторое искусство. Должно придумать какой-то вариант, показать, что он выполняется, ну или в случае, если автомат простой, проанализировать все пути в графе конфигурации и доказать, что соответственно нигде это не встречается. хорошо. Остались ли еще какие-то вопросы? Если нет, то давайте наконец докажем, что вот этот алгоритм, самый простой в этом курсе, он действительно для любой контекстно-свободной грамматики строит эквивалентный магазинный автомат. Для этого нам потребуется следующий факт, который мы забыли обсудить на прошлой лекции. А именно, ну давайте для примера я возьму грамматику для языка дюка давайте я запишу только асб вот у меня а будет соответствовать открывающей скобке а б закрывающей иначе будет не очень красиво и давайте нарисуем какое-нибудь дерево вывода какого-нибудь слова например опять вот так ну давайте для сокращения я сделаю здесь всем сокращение но по крайней мере вот так есть много разных выводов соответствующих этому дереву вывода как мы обсуждали в прошлый раз то есть можно начать с s первый шаг он определенно однозначно а дальше у нас есть выбор значит сделать вот такой шаг sss или сделать другой шаг получается это будет s а sb соответственно вот этот шаг который ssb он соответствует вот такому обходу дерева то есть мы идем вправо но по дороге нам встречается еще то что на этом уровне поэтому вы должны на это записать и если мы продолжим дальше то здесь я раскрыл получается правый не терминал а здесь я раскрыл левый не терминал соответственно в случае левого не терминала мы просто идем вниз и дальше будет обход в глубину собственно если на каждом шаге вывода каждый раз раскрывается левый не терминал то получается левый вывод если на каждом шаге вывода раскрывается правый не терминал то получается правый вывод соответственно в случае правого вывода в случае левого вывода который нам интересен сейчас у нас будет вот такой вот обход дерева тут важно рисовать стрелочки И давайте продолжим делать этот обход Значит здесь Следующий шаг Мы вот это S раскрыли как ASB Только я здесь забыл описывал написать И у нас осталось еще SS Следующий шаг Мы убрали вот это вот S Осталось AB Здесь осталось SS И дальше уже осталось так Ну давайте я уже все допишу Вот так мы вывели слово ABAB И наш вывод соответствует дереву вывода Потому что на каждом шаге мы всегда раскрываем самый левый терминал И это левый вывод Соответственно левому выводу соответствует однозначный обход дерева И этому обходу дерева однозначно соответствует дерево вывода Понятно мое утверждение Да? Оно достаточно простое Поэтому я не буду его как-то формально доказывать Вот Собственно оно должно быть понятно После изучения поиска в глубину на курсе алгоритмов Вот Значит что Нужно знать про левый вывод и симметричное рассуждение про правый вывод Ну во-первых Если слово выводимо То у него существует левый вывод Второе Если у каждого слова в грамматике существует единственный левый вывод То эта грамматика однозначно Потому что если бы у слова было два разных дерева вывода То Разным словам соответствовало бы два разных левых вывода Вот Понятно ли что такое левый вывод? Если тут вопросы Если тут нет вопросов То давайте Я задам контрольный вопрос Зачем нам нужен левый вывод Для доказательства корректности этого алгоритма Наверное чтобы не рассматривать много случаев Какие не терминалы раскрывать Ну на самом деле Выбора-то у нас нет Давайте мы посмотрим за содержимым стэком Если у нас есть успешный ход То в успешном ходе На каждом шаге У нас лежит Остаток левого вывода Нам нужно запоминать еще Значит что мы удалили Уже Значит что мы сократили То есть какой-то префикс Входного слова мы удаляем Если мы возьмем этот префикс И допишем его К Содержимому стэку слева То у нас получится Шаг левого вывода То есть смотрите Давайте я это буду делать Например с помощью серого маркера Здесь у нас Эпсилон Эпсилон приписываем к S Здесь у нас все еще Эпсилон Здесь у нас АСБ АСБ Вот пожалуйста Первый шаг вывода Это S Второй шаг вывода Это АСБ Теперь смотрим здесь Здесь у нас произошло сокращение Значит считали мы букву А Здесь у нас Здесь у нас СБ Приписываем АСБ Получаем первый шаг вывода Здесь мы Соответственно взяли И убрали С Здесь у нас было А Здесь в стеке Б Осталось АБ Так Тут у меня глупость написана Конечно если мы записываем вывод А не правило вывода Тут у меня должно было получиться АБ А не правило Эпсилон Вот И дальше на следующем шаге Вот мы убрали Б Здесь пустое слово Значит было АБ Здесь уже писать не буду Значит осталось АБ У нас есть просто бирекция Между левым выводом слова И шагами работы автомата По каждому шагу Левого вывода Мы Делаем Возможно несколько тактов В случае если у нас есть удаление При работе автомата По успешному ходу автомата Мы восстанавливаем левый вывод Согласны? Это следует просто из определения Автомата Если было применено такое правило То Это означает что на верхушке стека Лежало А Заменили его на альфа Значит В левом выводе было применено правило А переходит в альф Вот Эти правила Они только удаляют префикс Который если мы добавим К содержимому стека Мы получим Текущий шаг левого вывода И так у нас выполняется вариант Вот Все мы доказали объекцию Между левым выводом И Ходом автомата Успешным ходом автомата Поэтому магазинный автомат М Принимает слово Тогда и только тогда Когда это слово порождается Контекстоводной грамматикой Вопросы Эта теорема очень важна идеологически Потому что смотрите Как вообще люди додумались Что Вот есть какие-то контекстоводные грамматики И Почему Для них будет эквивалентной моделью Магазинный автомат Дело в том что Стек Его протоколы работы Задаются правильными скобочными выражениями Когда мы что-то Кладем в стек Мы пишем открывающую скобку Когда мы это вытаскиваем Мы пишем закрывающую скобку Поэтому Последовательность правильных скобочных выражений Соответствует протокол работы стека С другой стороны Последовательность правильных скобочных выражений соответствует обход дерева в глубину. С этим мы разбирались в прошлый раз. Причем, чтобы у нас была объекция именно с протоколами работы стека, нам нужно делать левый обход. И вот эта теорема, фактически лема для доказательства теоремы об эквивалентности, что для любой контекст свободной грамматики существует эквивалентный магазинный автомат, она использует это соответствие. И, собственно, при ее доказательстве мы именно устанавливаем объекцию между скобочными выражениями, которые соответствуют протоколу работы со стеком, и скобочными выражениями, которые соответствуют дереву вывода. Но делаем мы это не напрямую, а через объекцию между шагами левого вывода и определенными шагами конфигурации, которые соответствуют не сокращениям, а соответствуют именно применениям правил. Хорошо. Значит, если с этим все понятно, то вторую часть теоремы доказать мы сегодня не успеем, но мы успеем обсудить еще две коротких леммы, из которых мы получим теорему об эквивалентности магазинного автомата, допускающего по кустому стеклу, и магазинного автомата, допускающего по принимающему состоянию. Значит, у нас есть магазинный автомат, допускающий по принимающему состоянию. И наша задача построить по нему эквивалентный магазинный автомат, который допускает по кустому стеклу. Схематически мы магазинные автоматы будем описывать вот так, эллипсами. Соответственно, внутри эллипса старое принимающее состояние, а кружочками двойными я буду... Извините, старое начальное состояние, а двойными кружочками я буду обозначать старые принимающиеся состояния. Соответственно, в автомате допускающем по пустому стеку принимающихся состояния не будет. Вот. Сразу добавим начальное состояние, и собственно из него будет переход в старое начальное состояние. Значит, какая общая идея у построения по автомату одного типа другого типа. Мы будем использовать значит протектор дна. То есть, если раньше у нас был маркер дна Z0, то теперь у нас будет новый маркер. Давайте его обозначим Z0 штрих. Ну и тут в наших соглашениях я поставлю такую палочку, ну и давайте перенесу эту запись влево, и мне придется ее чуть-чуть уменьшить. Вот. Соответственно, что теперь? Все остальные переходы внутри этого автомата меняться не будут. И за счет того, что у нас есть протектор дна, новый маркер дна Z0 штрих в новом автомате, то он не будет извлечен никогда. Вот. Осталось только разобраться со случаем, собственно, как нам добиться перехода принимающую конфигурацию нового автомата, который допускает по пустому стеку, в случае, если старый автомат допускающий по принимающему состоянию, соответственно, принял слово. Для этого нам потребуется еще одно состояние. Аналог тупикового состояния в конечном автомате. Вот. И в него мы направим все возможные переходы из старых принимающих состояний. И что мы на них напишем? На них мы напишем одно и то же. Этот переход будет по epsilon. Дальше здесь будет символ x абсолютно любой. И дальше здесь будет также epsilon. И это будет написано здесь, здесь. Но и здесь то же самое. Ладно, я не буду уже как-то пытаться это пометить. Вот. И последнее, что нам осталось сделать, это добавить здесь вот такую вот петлю. Давайте нарисую красивее. На которой тоже напишем также epsilon x epsilon. И помимо этого мы добавим еще одно правило epsilon z0' epsilon. а x здесь так же по-прежнему каждый. Так, ну что, понятно ли конструкция автомата, которая допускает по пустому стеку по автомату, который допускает по принимающему состоянию? корректность мы пока не обсудили, пока я привел только конструкцию. если конструкция понятна, то давайте докажем корректность. Корректность доказывается достаточно легко, что когда срабатывает этот переход, вот эти новые добавленные переходы, они срабатывают каждый раз, точнее, могут сработать. У нас же автомат, вообще говоря, недетерминированный, поэтому никто не обещает, что оказавшись в этом состоянии, автомата будет единственный переход. Поэтому нам нужно доказать, что для каждого успешного хода автомата, допускающего к принимающему состоянию, есть успешный ход для автомата, допускающего по пустому стеку и обратно. Мы предполагаем, что у нас есть успешный ход автомата, допускающего по пустому стеку вот этому вот, и по нему мы можем восстановить старый ход автомата по принимающему состоянию. Значит, если у нас был Вот такой вот Значит старый ход Давайте переключусь на эту картинку Здесь нарисован точно такой же автомат, который я рисовал Здесь Да, слушайте, только опечатался Здесь важно, что Да, все нормально, x из гамма-штрих Давайте я напишу, чтобы не было потумиться Тогда вот здесь вот этого Дополнения мне уже не нужно Вот, потому что может так оказаться, что стек здесь пуст Но за счет того, что у нас есть протектор 1 То тут переход есть Вот Посмотрим на Успешный путь автомата, допускающего по пустому стеку С первого шага Мы попадаем в конфигурацию, которая похожа на начальную конфигурацию Значит того автомата изначального Только в ней добавлен z0' Но, соответственно, если В результате Мы добрались до Принимающей конфигурации В этом автомате То тут осталось какое-то альфа И это альфа обязательно не пусто Потому что в конце есть Соответственно z0' И если в конце у нас есть z0' А состояние здесь принимающее То из этого принимающего состояния будет переход в состояние d Где в конечном итоге будут извлечены все символы из стека И эта конфигурация, которая у нас получится Будет иметь вид d epsilon epsilon Вот В обратную сторону Если у нас есть вход Нового автомата Который заканчивается в d epsilon epsilon То Значит попасть в нее Можно только из такой конфигурации старого автомата Ну действительно Переход Значит маркера Дна Можно извлечь Протектор дна Задной штрих Можно извлечь только в состоянии d Вот А перейти в него можно только из состояния коев И Поскольку в d уже Никакого считывания ленты входа С ленты входа не происходит То все входное слово должно быть здесь обработано Вот Отсюда получается, что автомат достиг Исходный достиг вот такой конфигурации После чего Случился переход в d И после чего Соответственно Был опустошен стек Все Мы доказали Что по Магазинному автомату Допускающему по принимающему состоянию Мы построили Магазинный автомат Который Эквивалентный магазинный автомат Который допускает по пустому стеку Все ли тут понятно Если тут вопросы Получится уже автомат Он будет недетерминирован Да? Конечно Да Если вы на вход этой конструкции Дадите детерминированный автомат На выходе вы получите Недетерминированный автомат Совершенно верно Вот Дальше можно вопрос Почему Когда писали стрелки Из конечных d Вы написали Эпсилон Икста пятая Эпсилон А не слэш А Слушайте Это самое Просто опечатки Пишут по-разному Когда-то делают Слэши Когда-то пишут Запятые Вот И тут просто так получилось Вот Нет Конечно правильно В нашей нотации Писать со слэшем А здесь я На предыдущей картинке Когда сам писал Ну в смысле в этот раз Не на подготовке Я написал Вот так вот Правильно Так Еще вопросы Если вопросов нет То Давайте быстро Разберемся Со случаем Значит построения Магазинного автомата Допускающего По магазинному автомату Допускающему К пустому стеку Магазинного автомата Который допускает По принимающему Состоянию Вот Здесь идеология такая же Мы добавляем Два состояния Ку 0 штрих И d Только на этот раз d Это будет принимающее Состояние Которое Соответственно Не тупиковое Вот И какие переходы Нам нужно определить Также нам Нужен добавить Значит Маркер дна Z0 штрих Протектор дна Так После чего Собственно Нам осталось Определить Все эти переходы На что Кто-то уже сообразил Что нужно Написать на каждом Из этих переходов Здесь мы делаем Переход Просто из каждого Состояния Эпсилон Переход И должен быть Протектор дна Да Здесь должен быть Эпсилон Переход Из Z0 штрих И здесь Можно Например Написать Эпсилон Вот И здесь Доказательство То есть Предыдущее доказательство Было довольно простое Я просто проговорил его Достаточно тщательно Здесь доказательство Еще проще Значит Когда Этот автомат Принимает слово Только тогда Когда он оказался В каком-то состоянии Пуст стек И обработан Вход Вот Соответственно Поскольку мы добавили Протектор дна По которому Здесь внутри Перехода нет То этот переход В состояние D Будет возможен Только тогда Когда стек пуст Так Соответственно Может быть такая ситуация Что стек пуст А слово не обработано До конца Но тогда Автомат просто Перейдет в состояние D В котором стек будет пуст А слово не обработано До конца И такое слово Будет отвергнуто А если слово Обработано до конца То при переходе в D Стек будет пуст И в обратную сторону Тоже очевидно Что если Слово принято Новым автоматом Значит достигнуто Принимающее состояние В него был переход Только по Z0' Переход по Z0' Возможен только Когда стек пуст Вот И соответственно Слово должно быть обработано Здесь на переходах Мы ничего не считываем Вот, пожалуйста, мы доказали, что условие приема магазинными автоматами по пустому стеку, оно не слабее, чем условие приема по принимающему состоянию. Извините, а у нас вот это вот Epsilon Z0' Epsilon, слушай, Epsilon, это из Q0 тоже, да? Из Q0 тоже, но заметьте, что мы в Q0 положили не просто Z0', а мы перед Z0' положили Z0'. То есть у нас стек, он после перехода будет выглядеть так. Сначала лежит Z0', хочу красивый прямоугольничек. Вот, сначала лежит Z0', штрих, а сверху Z0'а лежит Z0'. Вот, и когда стек будет пуст, то в стеке будет лежать только Z0', штрих, который в этом автомате извлекаться никогда не может. Так, ну что, мы разобрались, остались ли еще вопросы? Если вопросов больше не осталось, то хорошо. Значит, мы доказали эквивалентность автоматов, которые допускают, магазинных автоматов, которые допускают по пустому стеку, и которые допускают по принимающему состоянию. Вот, в частности, еще из важного мы доказали, собственно, то, что для любой контекст свободной грамматики существует эквивалентный магазинный автомат, допускающий по пустому стеку. Из этой теоремы эквивалентности следует, что также для любой контекст свободной грамматики существует магазинный автомат, допускающий по принимающему состоянию. В следующий раз мы начнем с того, что докажем, что для любого магазинного автомата существует эквивалентная контекст-свободная грамматика И продолжим изучение контекст-свободных языков, которое в конечном счете приведет нас к построению синтезических анализаторов И мы научимся использовать эту математику на практике, с помощью нее парсить какой-то относительно сложный текст И делать по нему вычисления В частности, будет пример вычисления арифметических выражений То есть мы построим парсер, который превращает арифметическое выражение в дерево, проводит по нему вычисления и возвращает ответ Если оставить еще вопросы, задавайте Если нет, до встречи через неделю Надеюсь, в аудиториях Но если нет, то в таком же режиме До свидания Спасибо, до свидания Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...